Глава вторая. К смертной казни через повешение. Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда. Пятую нашли и арестовали на конспиративной квартире. Хозяйкой которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды. Старшему из мужчин было 28 лет. Младшей из женщин всего 19. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста. Судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время. На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы. Так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья Подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена. Двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему происходившему на суде обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одной огромной всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль. Первым от судей помещался один из назвавших себя Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражение молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, который еще не привык, и неотступно щурясь и мигая, глядел в окно. Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный теплый солнечный день или даже один только час. Но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь в верхнее, запыленное с прошлого лета, не протиравшееся окно, было видно очень странное и красивое небо. На первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше, в нем начинала проступать синева. Оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее, и то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь. И Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно, сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева, и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался в тисках, в побелевших на кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее, и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу. Туда же в небо смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея, да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте. Да еще то, неуловимое, что есть сама молодость, и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент. В каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той, особенной, горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь, и только изредка, незаметным движением пальцев, ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки. След какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний только потому, что во всей грязной, казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, чистым и правдивым. Ничего не выпытывал ее глаз. Сергея Головина, судьи, жалели. Ее же ненавидели. Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно, вниз, на дощатый грязный пол, и нельзя было понять, спокоен он или волнуется бесконечно. Думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Рост он был невысокого, черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них. Он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какой удавал он короткие и точные ответы, казалась опасной в его устах, в его полупоклоне. И если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем. Так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, Судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито. Следующий, за ним Василий Коширин. Весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца. На лбу все время капельками выступал пот. Так же потны и холодны были его руки и липла к телу, связывая его движение, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым, отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел. Голоса приносились к нему, как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст. Как у трупа, который уже начинал разлагаться. По паспорту же ему было всего 23 года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену. И каждый раз он отвечал одним словом. Ничего. Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать, без слов, животным, отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо. Ничего, Вась, скоро кончится. И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей. Она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям. Так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие. Не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды. На Васю она не могла смотреть от тоски, и только тихонько ломала свои пухлые пальцы. На Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением. И лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку. Милый на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, думала она про Головина. А Вася? Что же это? Боже мой, боже мой, что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь? Еще хуже сделаешь. Вдруг заплачет. И как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее так же судят и так же повесят, она не думала совсем. Была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита. И как ни странно, это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову. Суд кончился часов восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо. Но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело. Вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма. И, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей. Солдат с ружьями. Улыбнулся Таня Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления. И так оставалось до объявления приговора. После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами. — Ничего, Вась, кончится скоро все, — сказал Вернер. — Да я, брат, ничего, — громко, спокойно и даже как будто весело ответил Коширин. И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа. — Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки! — наивно обругался Головин. — Так и нужно было ожидать, — ответил Вернер спокойно. — Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, — сказала Ковальчук, утешая. — До самой казни вместе будем сидеть. Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.